Уважаемые коллеги, сегодня впервые на трибуне геологических чтений Александр Михайлович Портнов, доктор геолога минералогических наук, профессор Московского государственной георазведочной академии, академик Раим, земные тайны исследований красной планеты, Марс глазами геолога. Александр Михайлович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мне приятно в этой свободной неакадемической аудитории сказать то, что я думаю. Я думаю, что, конечно, на Марсе миллиарды лет существовала жизнь, на Марсе она недавно погибла, и этому имеются многие, так сказать, доказательства, потому что Марс сейчас прекрасно изучен американцами. И они имеют, я бы сказал, океан информации, который нам предлагается выпить чайной ложкой. Потому что информации этой крайне мало, и она вообще не рассмотрена НАСА, которая владеет этой информацией. И так она как-то случайно только пробивается через различные каналы, прессы, или, я, во всяком случае, пользовался в основном общеизвестными данными. Ну, прежде всего, почему на Марсе была жизнь? Потому что Марс красный цвет, красный цвет характерен только для планет, на которых существует жизнь нашего типа. То есть, там существует фотосинтез. Фотосинтез на Земле, скажем, обладает чудовищной энергией. Вот четыре, за четыре тысячи лет создается 1200 триллионов тонн кислорода. И мы этим кислородом, в общем, на нем мы паразитируем. Мы живем за счет него. Когда на Марсе красный цвет возник... Первый, дайте, пожалуйста. Ага, вот он, Марс. Видите, что тут не совсем видно, нам ясно, что Марс красный. И Марс всегда был красным, и люди его воспринимали как цвет крови, потому что гипоглобин тоже с красным, с трехвалентным железом и с двухвалентным железом. Так вот. Спасибо. Микрофон. Да-да. Значит, извините. Марс красный, потому что он покрыт толстым слоем гидроксидов железа. По-моему, что говоря, можно сказать, что Марс проржавел, как гвоздь, который долго лежал в сырой Земле. Какова толщина этой коры? По фотографиям я оцениваю ее в один километр. Это заниженные, конечно, данные, но эта кора возникла за счет черных базальтов, которые слагают поверхность Луны и Меркурия и других. И Земли, кстати говоря, на Земле половина магматических пород. Это базальты. Базальты черные. Дайте. Да. Американцы, американцы долго искали и ищут еще воду на Марсе. Вот посмотрите, сколько на Марсе викинги, то есть еще в 70-х годах, открыли рек. Вот они. Видите? То есть это свежие руслы рек. Потому что река, как морфологическое явление, живет несколько миллионов лет. Потом она заносится песками и исчезает. На Марсе речная сеть проявлена прекрасно. С террасами совсем. Увидим дальше. Пожалуйста. Вот породы, которые слагают поверхности Меркурия и Земли бы, если бы не было лесов там и всего другого. И в том числе Марса. Это железисто-магниевые силикаты. Называются они оливин и пероксин. Пероксин это черный, это магний, силикат магния железа. А зеленый это оливин. Тоже силикат магния железа. Тяжелая железистая порода. Это, скажем, это, конечно, образцы не Марса, а с Гавайев. Но суть одна. Вот оливин. Видите, зеленый такой силикат железа. Но если он окислится, он станет просто ржавчиной. Он станет то, что называют американцы смектитом, то есть глиной, в сочетании с гидроксидами железа. Дальше. Вот поверхность Марса. Видите, она красная, потому что она состоит из гидроксидов железа. Дальше. Вот вам гидроксиды железа. Это гидроксиды железа образцы с Южного Урала. Посмотрите. Они красные, желтые, черные. А состав у них одинаковый. Первому аж трижды. Гидроксид железа. Они могут быть самыми разнообразными. Вот смесь этих цветов и дает красно-бурый цвет Марса. Дальше. Вот тоже самое гидроксиды. Это кора выветривания красноцветная из Казахстана. Видите, красный цвет. Белый цвет – это глины. И все это, так называемая, аолитовая структура. Такая яйцевидная. А вот то, что нашли американцы на Марсе. А я нашел при аэрогеофизических поисках в Сибири. Минерал, который на Земле очень редкий. А на Марсе его очень много, наоборот. И они в первых же анализах, когда они проводили анализы грунта Марса, оказалось, что марсианский грунт магнитен. А земная кора красноцветная, она не магнитна. Вот этот минерал – это оксид железа. Феррон 2О3. Но он имеет структуру магнетита. И поэтому он магнитен. Он так же магнитен, как и магнитит. То есть он создает мощные магнитные аномалии. А это намытый шляхов там. За счет чего он возник на Земле? И почему он локализован именно в Якутии? Скажу вам. Потому что там находится гигантский Попегайский кратер. Диаметром более 100 километров. Он упал, этот астероид упал 35 миллионов лет назад. И при ударе он прокалил все на тысячи километров. Убив все живое. В том числе он создал гигантские месторождения алмазов. Которые в сотни раз превышают запасы всех алмазов в кемерлитовых трубках мира. Просто эти алмазы, они некачественные. Они фактически пропитали вулканические породы и создали особые породы, такие расплавные породы. Почему они возникли? Потому что угодить, ухитрился этот астероид, в то место, где залегают огромные мощности залежи угля. И вот этот уголь, сотни метров угля превратились фактически в алмаз. И такую его специфическую разновидность, она называется лансдеэлит. Он не кубический, как алмаз, а гексагональный. И поскольку вот эта порода трудно-технологически обрабатываема, то ее до сих пор не используют. А норовят сделать алмаз искусственно. И что и получается, скажем, у китая. Дальше. Марс. Вообще говоря, Марс. Вот смотрите, на Марсе найдены многие осадочные породы, которые говорят о том, что здесь были океаны или моря. Это гнистые сланцы. Типичная, характерная такая порода. Дальше. Песчаники. Вот это с близкого расстояния примерно 3-4 метра. Это косослойстые песчаники, характерные для пляжных отложений или для речных отложений. То есть на Марсе есть все, что есть на Земле. Типичные породы с их характерной текстурой. Вот снимок, который викинги сделали еще. Это Викинг-2. Еще в 70-е годы, когда я увидел эти снимки, я был поражен. Потому что, смотрите, вот чтобы вы поняли, викинги снимали мелкомасштабные снимки. Этот кратер имеет диаметр 8 километров. Это ущелье, стало быть, вот исходя из этих масштабов, оно имеет глубину примерно 6 километров. Смотрите, как геолог должен смотреться на этот снимок. Вот эта часть и вниз, вот это. Это коренные породы. Вот эти трещины, видите, они тектонические. Говорят о том, что это работала тектоника на базальтах Марса. А дальше? А вот это все. Это рыхлые отложения. Это вот те самые километровые толщи, на которых я считал, сколько кислорода из атмосферы Марса должно было быть поглощено, чтобы получилась хотя бы километровая толща. Красноцветов. У меня вышло 5000 триллионов тонн кислорода, изъято из атмосферы Марса. А значит, что, то есть, чтобы вы поняли, это примерно в 5 раз больше, чем кислорода сейчас в атмосфере Земли. Но для того, чтобы изъять это чудовищное количество на Марсе, рыхлых кислорода, нужны были миллиарды лет. Потому что Марс значительно меньше Земли. И площадь его поверхности 28% от поверхности Земли. И чтобы его окислить, нужно было много времени. Я думаю, что миллиарды лет на Марсе была кислородная атмосфера. Она развивалась, эволюционировала. И вот дала эти красноцветные толщи, которые здесь и заведут. А дальше я хочу показать вам, поскольку эта река сухая, естественно, то посмотрите, вот характерные, характерные речные террасы. Они идут выше базальтов. Вот речная терраса четко просвечивается, видите? Вот речная терраса проходит. Она видна. Вот здесь тоже речная терраса. То есть в серии речных террас, как и на Земле. Это говорит о чем? О понижении базиса эрозии, так называемого. То есть река все глубже врубалась в свои отложения, в базальты. Причем сила воды была так велика. Видите? Мы смотрим вот на эту часть. Подумайте, ведь чтобы промыть эти толщи осадочных пород, рыхлых, базальтов, это получается ущелье примерно в 3-4 раза более глубокое, чем знаменитое американское ущелье в... Великое ущелье в Колорадо, да? В Колорадо глубина ущелья 1800 метров. А здесь, по крайней мере, 6000. А на самом деле ущелье Марина имеет глубину 10 километров. Мы даже не можем себе представить процессы, энергию процессов водного эрозии, которые происходили на Марсе. А американцы в течение десятков лет нам всегда, значит, ну и американцам, конечно, налогоплазельщикам сообщают, что они ищут, 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 знаете, как вот белого слона у Марк Фэна. Хотя следы действия этой воды, они на Марсе повсеместны. И в виде речных русел, и в виде террас, и в виде, наконец, гидроксидов железа, потому что гидроксиды железа тоже содержат 2-3% железа. Никуда не имеешь. Да, 2-3% воды. Дальше. Вот ущелье Марина. Видите? Грандиозное ущелье, вообще имеющее где-то 10-8 километров, даже 12 километровой глубины. Чудовищное. Вот этот кратер, вот этот вот для масштаба, 8 километров. Понимаете? Глубина здесь, значит, получается где-то тоже порядка 8 километров. Но что интересно, смотрите, для геолога оказывается, что здесь на Марсе, во-первых, вот идут рыхлые отложения, виден их, видна граница контакта, проходят. Ну вот здесь вот она хорошо видна. Потом, дальше, вот такие крутые обрывы у речных долин возникают только в том случае, если горные породы, рыхлые, сэментированы льдом. Это разорез вечной мерзлоты на Марсе. То есть, эти все породы, они сэментированы льдом. И этот лед постепенно тает. Смотрите, когда он тает, образуются обвалы, осыпи. Вот это, видите, да? Вот это, видите? Кусок этот отломился от этого, а этот отломился от этого. И все это постепенно обрушается на дно. Возникают там, можно видеть, многие, так называемые, грязевые потоки, которые возникают за счет таяния вечной мерзлоты. Ну, вода эта необычная, она соленая. Американцы, которые проделали много анализов красноцветных толщ, обнаружили в них, помимо гидроксидов, железа, магемита и глин, до 20% солей. И соли эти однозначные, они типично морские, океанские. Это натрий-хлор, натрий-2СО4, магний-СО4, кальций-СО4 на 2H2, гипс, иначе говоря. Вот гипс, соль и сульфаты, соль, я имею в виду поваренная, и сульфаты, сульфаты железа. Это магний и натрия. И это легко растворимые минералы, легко растворимые соединения. Они, но что интересно, важно, они делают эту воду не замерзающей при низкой температуре. Вода на Марсе может существовать в виде рассолов, при температуре там минус 60, там, и может быть даже ниже, потому что концентрация солей очень велика. В итоге, вот, значит, я хочу сказать, вот здесь ущелье Маринген не дошло до коренных пород. Это все рыхлые породы. А вот это наверняка красноцветные толщи. То есть эти красноцветные толщи очень мощены, они поглотили массу кислорода из атмосферы, и существуют вот как свидетельство того, что когда-то на Марсе была жизнь. Дальше. Но американцы все, они вешивают лапшу, как только дело касается серьезной проблемой. А объясняют то, что понимают, ну, так сказать, то, что налогоплательщики. Вот, смотри, вот тоже самое, окуль. Очень характерный, тоже связан с оттаиванием. Вот видно, что это слой стоит толще. Вот здесь вот, если... Вы увеличите его там? Можно увеличить? Вот это по части, надо увеличить его. И вот и... Нет? Нет? Ага, по-моему, да. Вот вы видите, здесь вот если увеличить, то видно, что это слой стоит толще. Останно. Понимаете? И они оседают. Но я-то думаю, что этот процесс аналогичен тому, что сейчас идет на Земле. То есть все эти миллионы статей о влиянии губительным СО2, о том, что человечество погибнет из-за СО2, на Марсе идет потепление такое же, как на Земле. Земля оттаивает, и такие же процессы, вот такие же точно структуры наблюдаются на островах Ледовитого океана и на Марсе. Они связаны с тем, что Земля 11 тысяч лет назад вышла из периода олетенения и на ней резко теплеет и продолжает теплеть, как вы все понимаете. Но это связано, конечно, не с тем, что неандертальцы жгли костры, а с тем, что Солнце давало больше тепловой энергии. Вот типичные, значит, тоже солевые потоки на бортах ущелья Марьяна. Они даже белые. Тут это, наверное, смесь гипса и солей. Они все белого цвета. Вот видите, при низкой даже температуре марсианской, они остаются жидкими. За счет того, что в них высокая концентрация соли. И дальше. Вот другой вариант. Низины Марса, именно депрессии Марса, они засыпаны гигантскими дюнами. Вот для масштаба вот этот кратер 5 километров. То есть дюны достигают высоты километра. Таких на Земле нет. Но где они образуются? Они образуются в депрессиях, в понижениях рельефа Марса, в которых скапливается песок. И я думаю, конечно, что под этими песками находятся замерзшие океаны Марса. То есть воды там огромное количество. Американцы дошли до того, что они в течение десятков лет называли белые шапки Марса состоящими из СО2. Белые, значит, что это замерзшая углекислота. Конечно, это был бред, абсурд. Но в течение десятков лет это серьезно утверждалось и нормально говорилось. Пока, наконец, в 2006 году специальные зонды там прошли, сняли все, и оказалось, что это просто вода. Причем воды на Марсе так много, что там порядка 9 миллионов кубических километров воды на Северном и Южном полюсе. То есть огромное количество воды существует на Марсе. А еще больше в почве, а еще больше в депрессиях Марса, которые засыпаны песком. Вот тоже дюны, но они немножко... Мне думается, что они остеклованы. И причину у меня за 3 минуты я не успею рассказать. Давайте дальше. А, это американская сенсация. Я бы хотел показать камень-ползун, так называемый. Вот видите, американская станция, ее поставили там на сон, режим сна, и она месяц спала. А проснулась и не дала рядом с собой камень. Откуда он взялся? Значит, руководители американской программы не нашли ничего лучше бы сказать, как это метеорит упал. Ну, конечно, нет. Дело в том, что ползающие камни вообще существуют на Земле. И еще академик Берсман, такой у нас замечательный геохимик, он описал это явление, рассказал, что камни передвигаются за счет явления сублимации льда, за счет градиента температур под камнем и вне камня. Вот этого достаточно, чтобы камень начал ползти. Видите, вот его следы. А еще он состоит. Конечно, это не метеорит. Это стопроцентно. Вот это, они сделали анализы. Это магний, натрий, сера и марганец. Вот это черное здесь. Это перлюзит, двойки с марганцерами. Соли. Это сульфаты магния и натрия. И хлориды. Ну и, короче говоря, никакого отношения нет ни одного метеорита похожего по составу на это. Но зато это типичный камень коробоветривания. Красноцветный коробоветривание. Дальше. Вот попегайский край, я вам показываю, космические снимки. 100 километров внутречника. Это гигантское месторождение алмазов. И условия, возникшие для заражения восточной Сибири, маг-ген-ми-тон. То есть, это название из двух минералов. Магнетит и гематит. Формула гематита первого двого треха. А состав магнитива. А свойство магнитива. Так, дальше. Теперь насчет магнитного поля на Марсе. Вот, видите, это модель магнитного поля на Марсе. Видите, оно носит пятнистый характер. У Марса нет магнитного поля единого. А есть мозаично-пятнистое магнитное поле. Вот, как выглядит марсианское магнитное поле. Видите, вот здесь, оно невысокое, я вам скажу. Но, не знаю, вы поймете или нет, 0,2 гаусса. Для сравнения, магнитное поле Земли 0,5 гаусса. Вот, и вот здесь, видите, максимальное магнитное поле. Они все пишут вообще все-все. И это загадка. Почему такое магнит? Я говорю, очень просто. Удар астероида по поверхности Марса вызвал прокаливание его атмосферы. И создание, значит, уничтожение атмосферы. Она улетела в виде плазмы, а живое все погибло. Это был удар очень большой силы в области Олана. Это в области нужного поля. Вот это место удара, где здесь максимальная концентрация магнит. Дальше. Сейчас. Вот этот магнит, видите, это земной магнит. Видно, что в территории остаются реликты гидроксидового железа. Они по краям. Засчет прокаливания вот этого всего. Ну ладно, дальше. Я думаю, что вот в этом месте, как раз в Элладе, находится огромная депрессия. Депрессия там ниже 8 километров от поверхности Марса. То есть это что такое? Это бывший океан. Астероид украдил океан. Преворозил он в гигантскую каплю, которая растеклась по поверхности Марса. Вот вы видите, вот эти кратеры, они тоже диаметром 5 километров. Высотой порядка километра. Вы видите, какие остаются разносы рыхлых пород вокруг этих кратеров. Дальше. Это высохшее озеро, то же самое, циклосыхание. Вот там внизу масштаб, видно, что это несколько километров. Это что такое? Это соли, сульфаты, магния, натрия. Могу больше, конечно, сразу. Спасибо вам большое. Не последний раз встречаемся с Александром Михайловичем, правильно? Я жалею, что не смог вам сказать главного. Главное, 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 вот что. Микрофон. Да, нет, я скажу главный. Микрофон. Главное все-таки. Микрофон. Микрофон. А, микрофон. Значит, самое главное, это то, что на Марсе были антропоиды. Антропоиды были животные, которые были сходны с нашими земными. И сходство это удивительно. На Марсе найден ряд антропоидных черепов. Черепов обезьян. Ну, похожих на обезьян. Похожих на собак. Похожих на лошадей, допустим. Ящериц. Понимаете, все эти снимки говорят, что жизнь на Марсе землеподобна. Или, скажем так, вот если, чтобы вам не было обидно, что жизнь на Земле Марсу подобна. Потому что мы не знаем, что яйцо, а что курица. Может быть, жизнь занесена к нам с Марса. И переносиками ее были отрицаемы настоящими мочионами НЛО. Дальше. А, ну это выцветы солей. Я говорю. Дальше. Вот, вот что американцы считали жизнью. Они нашли эту бактерию в метеористе. Дальше. Вот вам, пожалуйста. Это череп животного. Ясно. Типа страуса или, может быть, там, вот и я. Там, зауроплода какого-нибудь. Дальше. Вот сенсационный снимок, который появился в прессе в феврале 2014 года. Это скелет ящерицы. Это фрагмент. Знаете, скелеты, как американцы говорят, там им миллиарды лет. Пусть они эти сказки другим людям рассказывают. Такие сказки только для школьников первого класса. Скелеты, кости не могут сохраняться миллиарды лет. И тем более в таком виде. Эти кости не окаменелые, не миниорализованные. Это настоящая костная ткань. Дальше. Вот этот кратер Гейла. С горой Шарп. Где работают вот здесь сейчас Кириосики. А вот это я нашел. В интернете. Подписывайтесь. Здрава. Здрава.